Всем привет! Вы на канале Самозванцы, Максим и Евгений. Недавно мы побывали, посетили мероприятие Знак Качества. Там попробовали разные напитки, так сказать. И попробовали впервые копченую ротафию вишневую. Нам это понравилось, и мы решили повторить, попробовать рецепт. Попробовали у Сергея Кислова. Там у него было много разных ротафий, одна из них была копченая. И Максим с ним связался. Да, получилось. Смотрите, она реально такая прикольная, очень вкусная. Мы уже ротафию делали на нашем канале, есть уже видосы на эту тему. Связался я с Сергеем Кисловым, говорю, как ты ее сделал. Он говорит, у него была такая схема очень тяжелая, я думаю, мы по ней не пойдем. Он вялил вишню свою, доводил ее до определенного состояния по сахару. Короче, у него вишневая ротафия полностью сделана на сахарах вишни. Но мы так делать не будем, это слишком для нас геморройно. Мы сделаем попроще. Да, мы сделаем попроще. Я не думаю, что она сильно-сильно будет отличаться, но будет очень похожа, я думаю, на его рецепт. Смотрите, что мы будем делать. Первый момент, у нас есть, мы прикупили 20 килограмм замороженной вишни. Ну, на самом деле, мы купили 40. 40, да. Просто половину мы сделаем обычную ротафию, мы показывать не будем, поскольку мы на канале уже это показывали, как мы делали. Сделаем половину копченой, половину обычной. Ну, да. То есть, у нас 20 килограмм имеется вишни, спирт 96 градусов. Здесь получается так. Я вот с Сергеем поговорил, он вялил ее в духовке, да, и потом вот эту вяленую сушил, коптил в коптильне. Но мы вяльть в духовке ничего не будем. Мы хотели как сделать? Взять вот эту вишню, на прессе ее чуть-чуть отжать и пойти коптить. Но так как у нас пресса в данный момент нету, нам овейшим дистилери Антон забрал его для своей ротафии и не привез нифига. Мы просто в данный момент зальем это все спиртом и через пару деньков отберем часть вишни и будем уже коптить. То есть, в принципе, наша задача следующая. Это просто сейчас тупо сюда залить спирта. Я посчитал где-то 60% выход у вишни, сока, и нам нужно сюда налить всего лишь 9 литров спирта 96 градусного. Собственно, наливаем и уже встречаемся на копчении вишни. Но спирт у нас необычный, он у нас из винограда. Да, то есть, это вот после чачи, которую мы гнали, у нас осталось много хвостов, голов, мы перегнали на колонии Селиваненко. Перектифицировали. Да, ректифицировали и у нас получился спирт. То есть, у нас будет такая ротафия на виноградном спирту. Винограда, вкуса, конечно, там никакого нет, просто спирт из винограда, все. Короче, заливаем сюда 9 литров и все. Прошло у нас несколько недель, как вишня стоит в кастрюльке. Нам о том, все-таки, привез пресс. Будем отжимать вишню, коптить. Приобрели вот такую коптилку, вы на внешний вид не смотрите. Она много, видать, повидала, но она внутри, вот она, новая, абсолютно чистенькая. То есть, никакой рыбы, ничего нет, не будет. Приобрели специальная для нее ольха-вишня. То есть, если просто ольха, мы взяли ольху с вишней, мы же вишню коптить будем. Ну, кислов коптил чисто на ольхе. Чисто на ольхе. Да, но мы купили такую. Ольха-вишня, вот она у вас замачивается. Вот. Ну, приступаем к отжиму. По рецепту Сергея, необходимо где-то в районе 20% вишни закоптить. Блин, куда я сыплю? Олень, блин. Это же надо сюда было. Да, я что-то смотрю и поймаю, что ты уже это, до чаяешься. А я что-то смотрю, да, лоток надо туда сыпать. Я уже взял, чтобы капли не это. Значит, 20%. То есть, у нас получается, сколько, по-моему, 20 килограмм, да, в этой портейке? По-моему, да. Не сюда сыпь, туда. Да, 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 я понял. Я его взял вот так вот. Мы возьмем все-таки столько, сколько у нас лезет в коптилку за один раз. Посмотрим, сколько это приблизительно будет. Ну, по рецепту 20% от общей массы надо закоптить. Загрузили полный пресс с вишней, начинаем отжим. Пока у нас идет отжим, мы, соответственно, подготавливаем вот эти вот фольгированные лотки. То есть, я их, в принципе, сейчас подырявлю. Вот у нас уже одна часть есть, сейчас покажу. Вот в таком виде я ее тут всю истыкал. Чтобы по максимуму омпу положить. То есть, все, вот у нас первый ряд будет такой. Сейчас мы сюда вишню положим. И, наверное, еще сделаем второй ряд. Ну, собственно, будет так же. Ну, мы все подготовили. Щепу закинули, посмотрите. Промочили ее сначала. Промочили ее, мальца, обычной водой. Ну, и, наверное, сейчас будем мы распределять нашу вишню. Точнее, отжимки ее. Не, все-таки, наверное, мы одной партией обойдемся. Да. Все, одной партией обойдемся, вторую не будем делать. То есть, в два ряда мы сейчас все будем закладывать. В принципе, здесь, кстати, и по весу где-то в районе 2 кг. Так и получается. То есть, все нормально. То есть, получается, как мы и планировали. Как мы и планировали, да. Случайно попали в эту цифру. Мы планировали 4 кг, но здесь 2-3, наверное. Ну, 10% у нас получится. Но я думаю, нормально будет. Все, вот так раскладываем. Второй ряд. Сейчас бахаем туда. Да, второй ряд и все. В принципе, все готово. Два ряда вишни у нас получилось. Идем разжигать мангал и коптить уже ее. Мы на улице угли разжигаем. У нас уже пламя хорошее. Но все-таки мы головами рожек делаем. И сейчас поставим коптилочку. На полтора часа, наверное. При таком, наверное, средних углях, мне кажется, так надо. Мне кажется, сильно не надо, чтобы там все коптилось прям. Покоптили мы чуть больше часа. Попробовали. Посмотрите, вот такой у нас результат. В принципе, она ее ешь, не понимаешь, рыба это или вишня. Не, ну рыбы вкуса нет, а именно копчености. Ну да, чуть-чуть горьковато еще чуть-чуть есть. Но вот я, знаешь, во рту меня сейчас как будто вот опилок насыпали. Короче, я думаю, надо это все доставать и тащить уже обратно засыпать в кастрюлю. Переживаем, слишком будет опыти много. Побавимся. Забросили туда всю вишню. Два лотка у нас получилось. Ну, вот таких вот тут полных лотка. Наставим две недели, три. Две-три недели настаиваем, потом уже отжимаем и пьем продукт, пробуем. Ну да, у нас будет такое быстрое настаивание. Но у Кислова Сергея это было в районе четырех месяцев. Мы себе такого позволить не можем. Но чем больше настаивания, конечно, тем лучше. Ну, я думаю, скоро увидимся. На копченой вишне, получается, она еще стоялась в районе где-то трех-четырех дней. И мы что-то стали переживать, что будет слишком очень много копоти. И принимаем решение все это дело отжимать. То есть пресс подготовлен. Сейчас емкость приемную подготовлю. И начинаем извлекать, отжимать вишню. Ну, тут процесс незамысловатый. Закладываем, крутим, ждем. Отжим идет полным ходом. Практически уже процентов, наверное, 50 я все отжал. Посмотрите, вот такие выжимки. Они, знаете, напоминают как будто пластилин. То есть они, в принципе, еще чуть-чуть влажноватые. Но вот если сок, конечно, прям вот одну ягодку давить, еще чуть-чуть есть, там вот пару капель. Видите, раз, два, три. Но в целом, в целом, уже их как бы особо и не выжить. То есть я выжимаю прям по максимуму, жду. Пока пресс одну партию так сожмет. Потом еще дожимаю, дожимаю, дожимаю. Ну, то есть одна партия у меня выживается минут, наверное, на 30. Вот в таком вот виде. Ну, собственно, отжимаем все это дело. В конце посмотрим, какой объем у нас получился, чтобы рассчитать крепость напитка. Под ротафию мы будем стейки из рыбы. Семку взяли, с маслицем смазали, солим, перчим с обоих сторон. И сейчас пойдем жарить. И я пока, пока Макс сейчас будет с белым здесь это все крутить, ну, массировать эти кусочки. Подготавливать. Подготавливать, размягчать. Я пойду это, гриль зажгу пока. Давай зажигай, да. Будем готовить на гриле. Гриль разогрелся, он, в принципе, быстро разогревается. Смазали немножко маслом его. Сейчас закидываем рыбку, я думаю, она пожарится быстро. Мы специальные кусочки потоньше брали, что долго их не жарить. И пойдем уже дегустируем. Ну, покажем, как оно будет. Давай, давай, выкладывай. Выкладывай эту красотень. Нас было эти обрезать там, да? Полнички. Да ладно. Открываем крышечку. Мы уже перевернули, пожарили. Давайте. Вот она. Сегодня сильный ветер, холодный. Ну, с виду они готовы. Да и... Они тонкие у нас, в принципе. Давай вот, один большой, один маленький. Подвожу кладем. Четенько вообще. Стоп, дай я с той стороны посмотрю. Да там все хорошо. Да нет, я смотрел, Женек, там все хорошо. Да, супер, супер. Отлично. Все, идем, короче, выкладываем и идем дегустировать. Чем удобно, вот гриль газовый, да? Включил его, не надо ничего разжигать. Ну да. Он постоял. Ладно, потом вот это мы соскребем. Ну да. Курочки все. Естественно, по промокоду самозванцы, скидка на гриль себе процентов, если захотите себе купить. Но мы рекомендуем этот гриль. Да, офигенно. Уже не первую серию. Так, все, пошли. Семочка, 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 Готова, Ротафия. Так, подожди, подожди, давай по бодру Ротафии поговорим. Значит, смотрите, мы получили, в принципе, ожидаемый объем. Мы выжили, но уже не стали нам показывать, там вот прессом выжимать, там это уже смысла нету. Мы, получается, по алкоголю у нас выход составил где-то 37-40 процентов. Ну так, расчетно, расчетно. Там просто, да, не померить уже. И смотрите, ситуация какая. Мы, значит, Ротафию нашу, копченую, да, у нее очень сильный аромат копоти, да. Хотя Кислов говорил, что, ну, кто, собственно, на выставке, мы первый раз на качестве попробовали, Сергей Кислов, он сказал, что ее перекоптить невозможно. Но мы все-таки это сделали, мы умудрились. Там, получается, что мы сейчас делали. Мы взяли, у нас, получается, это, купажированное. Мы взяли нашу Ротафию обычную классическую, которую мы делали отдельно. И копченую. Да, мы 50 на 50 смешали. И, в принципе, получилось вот уже. Сейчас вот попробуем. Смотрите, будете делать. Ну, сейчас давайте продегустируем уже точно. Ну, прям, копоть прям чувствуется. Конкретно почему чувствуется? Ядреную копоть. Ядреную, да. Да нет, на самом деле, если чистую, чистую попробовать, которую мы коптили, у нее прям очень сильный такой явный запах. Ну, здесь чувствуется, вот, запах копоти чувствуется нормально. Давайте. Ну, давайте. Еще раз? Или выпиваем? А, мы все выпиваем, да. Прекрасный продукт. Ну, этот продукт, который не требует закусить. Да, именно, по-хорошему, да. То есть, его можно не закусывать, пить. Смотрите. Ну, закуска у нас мы сделали, естественно. Мы, получается, что там еще сделали по ней, сейчас я вспомню. По ротафии? Да. Немного добавили, ну, как немного. Здесь нужно уже играться с медом или фруктозой, да, чуть-чуть посластить ее нужно. Но у нас мы делали классическую ротафию, и она у нас была уже такая готовая к потреблению. Мы вот закупажировали, и получилось так, что сладость той ротафии хватило, в принципе, на эту. Но здесь еще кислинка присутствует. Конкретно, Максим, Кадин. Ну, не прям конкретно, но кислинка есть. Не, ну, хорошая кислинка. И такая чувствуется терпкость. Я что думаю по всему этому движению копченому? Угу. Можно немножко систему обмануть, каким, каком, каким способом. Взять копченую грушу, помнишь, мы делали из копченой груши? Да. Ничего не коптить, просто взять, еще настоять ротафию на копченой груши, и вкус будет приблизительно похожий, потому что здесь вкус, вот это вот, ну, вкус и аромат, ну, аромат копоти, а вкус вот этого компота, вот этой компотной смеси, да, который, как в школе вот этой пили там, помнишь, он присутствует, ну, а он на копченых вот этих фруктах всегда так вылазит. Они схожи, схожи. Конечно, наша ротафия до ротафии, наверное, Сергея вряд ли дотянет. Нога закрепить. Да, вряд ли дотянет, но она тоже получилась неплохая. Следующий раз, на будущее, я бы не заморачивался с копчением, если честно. А если бы и заморачивался, то коптили бы, наверное, раза в два, в три меньше объем, и минут 20, 15-20 минут достаточно будет. Опять же, объем, мы на глаз все делали. Да, да, да. То есть мы не отмеряли там процентов соотношений. Мы просто на глаз бахнули, и все. Но бахнули побольше, чем надо все-таки. Да. Давай еще раз. Тем не менее, напиток вы не убили, он будет прекрасно. Нет, если купажировать его, то в принципе... Это расплавленный, это копченый ротафий, который мы сделали изначально, мы его разбавили напополам с обычной ротафией. А так слишком копоть перл, слишком забирал все. И на самом деле здесь нужен, так сказать, опыт, несколько раз ее сделать и добиться результата уже стабильного. То есть мы делали его в первый раз, конечно, с небольшими косячками, но мы... То есть у тебя критику, да, Максим? А? То есть у тебя на конкретику. Ну, ты когда постоянно делаешь конкретно, да, и выходишь на нее очень конкретно, надо выйти на ту самую конкретику. Сейчас это самое, Сань, ты свои ощущения скажешь. А что я уже сказал, что свои ощущения в процессе... Ощущения непередаваемые. Непередаваемые. Вот такая терпкость, кислинка. Да, и кислинка, 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 да. Очень вкусный, кстати, получился напиток своеобразный, да, отличающийся от обычной ротафи, которая получается как... Ну, классическая, да? Да, классическая классическая получается. Ну, тебе понравилось? Очень. Ну, мне тоже понравилось на самом деле, очень необычно. Купажированный, вот наш вариантик, в принципе, неплохой. Но, говорю еще раз, если не хотите заморачиваться с копчением, добавьте копченые груши, я думаю, что очень и очень будет похоже, да. Очень похоже. Я думаю, не отличить будет, если честно. Так что, в принципе, напиток классный, вкусный, можно делать, пробуйте. Ну, ротаф такой напиток, что советуем, в принципе, всем. Но он реально легко заходит, его можно пить, пить и пить. Да, как ребятам, так и девушкам. Девушка, кстати, вот особенно его любят. Особенно, да. Ее еще некоторым называют баба-укладчиком. Чего еще называть? Баба-укладчик, баба-укладчик. А, шикарная фраза по нему придумала. То есть, если надо кого-то подпоить, вот, пожалуйста, воспользуйся. И воспользуйся сложившейся ситуацией. Но нам-то это не надо, мы люди уже женаты. А вот белый еще нет, но он уже скоро. Да, да все. Я партийский такой же, как и вы. Ну, ладно, все, значит, тебе это тоже не надо. Вопрос времени. Ну, в общем, всем спасибо, кто посмотрел. Если видео понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Можете еще на инсту подписаться. Там все-таки мы тоже чуть-чуть пилим контент, так сказать, и фоточки. И куда-то мы едем, отвечаем на вопросики и так далее. В общем, всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока.